Последняя карточка. Короче говоря, сыграл Вуна. Это был самый обычный летний день, как и в прошлый раз. Меня забрали попыт, хотя нет, он мне просто надоел. Надоело слушать музыку, собирать вкладыши. Очень странно, что мне это все надоело. Ладно, пойду на второй этаж, посмотрю, что там интересно. Конечно же, там был теннис, но я вспомнил, как я в прошлый раз в него играл. Так, приступлю. Да, мне тогда знатно влетело. Потом я решил порыться в игрушках и нашел бонстиков. Я вспомнил, как я их собирал. Как можно мне набрать своих бонстиков? Я уже товар, даже набрал на 15 рублей. Знаете, они уже закончились с продажей. Вы серьезно? Ну да. Жалко, что их так быстро перестали продавать. Потом я нашел какую-то странную карточную игру Уна. Порывшись еще, я нашел к ней инструкцию. Тот, кто первый освободится от всех своих карточек, тот победил. Хм, довольно-таки интересно. Соберу-ка я всех своих друзей. Собака, Роберт Муха, байкер и злостный крокодил. Вам, наверное, покажется, что это смешно, но друзья приезжают только через две недели. Поэтому надо как-то себя занять. Мы начали игру. Она продолжалась более пяти часов. Однако мне стало и это скучно. Поэтому я решила предложить идею. Давайте поиграем на вот этот дом. Да, она, конечно, может показаться глупой, но все равно продолжит. Последняя карточка. И панда меня переиграла. Панда. Фу, хорошо, что это был сон. Стоп. Почему я на улице? Не может быть. Короче говоря, сыграл Вуна. Фу, хорошо, что это было.